Уважаемые коллеги, слушатели, мы вас рады приветствовать в нашем вебинаре. Мы благодарны вам, что вы нашли время и присоединились к нам, потому что мы сейчас с вами познакомимся и представим для вас наш первый в России онлайн-сервис для Монтесуари детских садов и школ. Я покажу те обновления, которые были сделаны нашей командой за последние две недели. То есть, такие самые-самые свежие сводки. Сейчас я поделюсь экраном и расскажу вам про них. Что у нас было сделано? Так, немножко закрою. Начнем с того, что, соответственно, сейчас тем пользователям, которые находятся в административной панели, они могут быть более явно идентифицированы. Мы добавили удобное размещение аватарки каждого пользователя, подписали имя и отчество, имя и фамилию пользователя, его почтовый адрес и роль. Таким образом, каждый пользователь, например, два педагога, которые ранее пользовались одним компьютером, теперь им сложнее будет зайти с ученой записи своего коллеги. Что еще? Помимо этого, мы добавили кнопку «Главное». То есть, раньше не совсем очевидно было, каким образом можно перейти на этот раздел, нажав на логотип. Сейчас же появилась отдельная удобная кнопка для этого, которая бросается в глаза и ведет в раздел, где у нас размещена будет вся информация о и краткий ознакомительный ролик. Буквально чуть позже мы добавим сюда актуальный видеоролик с покадровкой полной по времени, который будет рассказывать о подробном уже использовании нашего сервиса. И также пару слов о нашей команде. Для понимания, здесь мы добавим тоже фотографии, то есть лицо нашей команды, что мы не просто сухой продукт технический, а мы конкретные люди, даже вы, которые вас слышат, работают с вами и вместе делают использование этого сервиса удобным для всех. Что еще? Также в разделе «Дети» у нас сейчас добавилась возможность не просто подгружать документы, но и делать их доступными для родителей. То есть, допустим, мы можем загрузить любой новый документ, назвать его как-то. Я, наверное, не буду подробно обращаться, мы это все в инструкции потом сделаем. В общем, есть возможность делать его доступным для родителя и убирать эту доступность при необходимости. То есть, смотрите, например, сейчас у нас документ согласия на прививку условный родителю в личном кабинете недоступен, индивидуальных документов нет, то при нажатии на кнопку «Доступно» и обновление личного кабинета родителя мы можем увидеть, что данный документ появился, его можно скачать, подписать и принести. Допустим, в детский садик, приводя ребенка. Что еще? Также можно увидеть, что появилась вкладка «Заметки», где сейчас педагог может лично для себя делать какие-то заметки различные, то есть создавать их в живом режиме, перейдя к ребенку, вносить какое-то описание, добавлять фотографии при необходимости, и они будут у вас появляться. То есть сейчас какие-то важные моменты, которые нужны именно вам, и которые не будут появляться в личном кабинете родителя и в каких-то отчетах, они будут у вас находиться у каждого ребенка в вкладке «Заметки», что тоже очень удобно. Далее. Сейчас также появилась возможность, помимо создания, в принципе, организации, самой такой базовой истории, можно добавить информацию про эту организацию. И если вы в данное поле внесете какую-либо информацию, то есть изначально, если тут было пусто, то у вашего родителя не будет данного раздела учреждения. Но как только вы внесете информацию и захотите что-то рассказать о себе, например, общую информацию, ваш адрес, какие-то контакты всей организации, а не только контакты педагогов и воспитателей, то эта возможность у вас появится при нажатии на кнопку «Сохранить». То есть добавили текст, можно его удобно отредактировать, отформатировать, добавить фотографии, какие-то ссылки на документы и видеоролики при необходимости, например, про ваш детский садик. сохранить, и все это с этого момента станет доступно у ваших родителей. То есть они тоже могут все это увидеть удобно, красиво и понятно. Такое некое продолжение вашего сайта, то есть переливается в непосредственно личный кабинет родителя. Он стоит больше, чем просто галереи, где можно наблюдать за какими-то действиями. Таким полноценным уже кабинетом становится. То еще, помимо этого, есть возможность появилась при… Если ранее кто-то у нас системой пользовался, то видели, что активности все наших детей, они размечены были просто серыми такими буквами. То сейчас мы выделили каждую презентацию, то, что мы уже сказали, и добавили весь путь этой презентации. То есть сейчас она стала такая наиболее активность понятная, расписанная и выделенная. И что не менее важно, то сейчас, кликнув по этой активности, мы можем оперативно прийти в саму презентацию, которая у этого ребенка, у этой группы была настроена, и прямо отсюда непосредственно внести все изменения и добавить фотографии. То есть для этого вам не нужно больше проваливаться в группы и менять соответствующие разделы. Это можно сделать все из-под руки. Также мы можем увидеть, что появился путь, то есть из какого раздела подраздела находится данная соответствующая презентация. Подобную вещь мы можем увидеть также в разделе прогресс и план. То есть сейчас каждая из этих презентаций кликабельна и может быть выведена на большой экран, удобно, быстро, отредактирована вами и изменена насквозь для всей группы. Но что еще наиболее интересно, хочу добавить, это то, что данную презентацию сейчас может видеть и ребенок. Ой, прошу прощения, родитель. Сейчас, если ранее он просто видел, что фотографию, степень ознакомления и презентацию, то теперь у него есть возможность посмотреть, а что это такое, что это за презентация, а для чего она моему ребенку, а какой вклад именно вносит организация. То есть эта информация становится более глубиной для родителя, более ценной для его понимания. И эту возможность сейчас тоже у родителя появится, если он хочет, захочет погрузиться в эту историю чуть глубже. И это очень здорово. Помимо этого, следующая история, это отчетность, которая тоже непосредственно касается и работы организации, и информативности для родителя. Что у нас есть? Мы можем посмотреть, как выглядели отчеты у нас до этого, выгрузив их. То есть ранее они выглядели так, что было неинформативно. Положили, распечатали по всем детям такой отчет, разместили их в одной папочке и забыли, кому это, соответственно, относится. Данная история была доработана. Сейчас, для того, чтобы создать отчет, моментально я вам покажу, как это делается. То есть мы приходим в нашего ребенка, выбираем его, формируем со вкладки отчеты, добавление отчета, выбираем период, за который нам интересно, чтобы данные подтянулись, чаще всего встречаются иногда раз в полгода, раз в год. То есть можно делать это хоть раз в неделю, формировать данный отчет. Как раз у нас март закончился. Давайте мы его сгенерируем. В этот момент, соответственно, он у нас появляется, и мы можем его посмотреть, либо скачать, либо удалить. В любой момент мы можем, поняв, что все хорошо, все понятно получилось, сделать этот отчет доступным для родителя. И в этот самый момент, в личном кабинете родителя, в разделе отчеты, появляется отчет за март. Давайте посмотрим, что сейчас он из себя представляет. В данный момент мы уже видим, о какой группе относится этот отчет, что удобно для педагога, не только для родителя, который понимает, в какой группе его ребенок. Мы видим учебный год, видим название этого отчета, имя ребенка и возраст этого ребенка. Вся информация потягивается автоматически, что тоже очень удобно. И теперь в данном отчете каждый раздел становится подписанным. То есть мы не просто видим название раздела, но и видим, а что это такое, а для чего это. И в уже гораздо более удобном формате начинаем смотреть таблицу и видеть, какие конкретные презентации и насколько на данный период времени освоены ребенком данного родителя. Мы были рады, что вы посвятили это время нам. Мы с радостью посвятили наше время вам. Поэтому давайте продолжать общаться, коммуницировать. Не забывайте про демо-доступ. Субтитры создавал DimaTorzok